Хочу сказать полякам, что та деятельность костейля бывшего пана ксенза, а может еще когда-то бензи Мендляра, можно сказать двумя словами песенки. И прошу не трактовать панство, что как кто говорит, какой-то украинец, какой-то бандеровец, какой-то еще кто-то, что, что, на то все надо реагировать как негатив. И если бы я этим негативом критиковал пана Мендлера, то этот негатив превращается в позитив. Не надо так думать, поляцы. На самом деле. То есть уже до примитивизма можно сказать. Ну, именно слова песенки такие. Еще вчера тут свели цветы, еще вчера были я и ты. Тобто еще вчера тут были квятнонцы, квяты, еще вчера тут были ты и я, а дичей уж вторгнули еще ОНРовцы в костел святый, христианский, вторгнули еще псевдорадикалы, псевдонародовцы, со своими штандарами поганскими. На самом деле эти древние иранские, славянские, там где вышиванки вышивают для пенькноши, то они выкоржствуют, как для поганского. И чтобы это все не впровадить в балаган, просто нужно увидеть, что у поляков, и украинцев, украинцев немного недоразвинилый политический склад мышления. То есть он еще на таком уровне эмоциональном, эмоциональном, как в Кинчиках, или на Вскоре, где-то там Ну а влашне таки эмоциональны, что, когда человек дает пенензы, когда человек богатый за житочного края, то ему все можно дозволить. И были заслуги, влашне простым, что и решта. Никто будет, чтобы мне пенензы можно было заработать для своей родины. А этих, этих только карать и не допустить, ну это обычная конкуренция. Я заработаю, чем заработать этот края, который даже кричит за меня, там за поляка, например. И говорит так же, ну война тут до меня еще не дотарла, не вторгнула на разу. А когда, ну а когда вторгнет то, то тогда побачимы, забачимы. А когда дойдет до того, до той единостки, до этого человека, справа дойдет, то тогда, ой, ну, курды, прекрасно. Может он уже украинец, он уже долго вальшит. Может я ему что-то там выпечу, что-то там приготовлю, какие-то частички, нехай он лепит повальше, и уж там запомнимы там эти все хуцпы, ну, поце то. Так это характер же, мамы, в той славянской спольноте нашей, вашей, нашей. И я так влашне, в Палеце, зауважальнее видзе, что настрой пана Анджея Дуды на урочистостях, неподлеглощи Украины, что он очень шумензливый и немного эмоционально повстримыванный, потому что он знает, что то есть в уголе политическая людность на фале разве Немча, наши люди, политические народы, что они представляют. И вы, я разумею, что здесь он, отварьте, усмехающим с этим Порошенком, представителем юдо-мафии в Украине, здравцем, центром коррупции. И, я разумею, что здесь он усмехающим, а завтра возьмем Украину и подпишем этот поданный в парламент, ухвал о людобойстве поляков над украинцами с тамтых, с тамтых 30-х и по какие-то там, по Висле лета. И что под этим всем он будет выглядеть очень, очень, не позитивно, а негативно. И на первый раз, пока, мои дороги, может быть, что труднейшим противником Жидов были Эгипцяне, были земли жители. В этом часе, мои дороги, то есть бздора, gdyż наибольшим противником с порзунцем петли неволи были сами Жиди, а конкретнее их тхурзливе и бирне наставление, привзвычайение, безrefлекционная акцентация статус-тво, в каком себя знали. Наибольшим за тем прешкодом на дороге руху волонощества, руху посухающего правды, руху стыжевого до умомнения народу. Не сомолигарховы, мафия, establishment, или ворогови, а есть звикое тхурзостя, звукла жидовская пасыдность, которая вкрата себя в группы на самом свете. Мои дорогие тхурцы не хотят ураться кайдан невони, боясь при этом преланять хоть бы одной крупной крови. И вначале пару слов о таких впадках с мэндлером, в котором он говорит, что жители были и different, и пессимистичны, невальшивы, такие фруструющие, такие фрустрации были. Были и седукеи, или до седукеев, тоже были там радикаловы, там, где они ходили с такими велкими ножами за этим плащем своим, за маринархом, и когда приближали все до стражников эгипских, то вычеркали это шибко и ржнули. Так сделали пред стычневым повстанием и поляцы. Ну и пару слов о пане Зиобжи, который говорит, что было то так само людобойство, когда немцы выруцали поляков за своих жителей. Всегда была война, и через то, что полякам не было где было подождать, они гинули и были никому не потребны. Ну, и полякам тоже, которые не имели удовольствие им помочь. Но украинцев можно было выруцать. Это нормально, это не людобойство. Но то, что это проводило, допроводило до людобойства, не, это не так. Это что-то иное. Какая-то иная природа украинская допроводила до людобойства. Например, та природа, которая была беднейшей природой от поляков. Поэтому они винны во всем. Так же, как и у мацохи, винна завси молженка. Тема таки поляцы дичь о впадках и о позитивных моментах пана молодого ксюнза, былого ксюнза Мендлера и его учению, в котором он глорификует слави, радикалово и критикует мирность костюла, в котором я тоже критикую, но это не парадигма, а только темчасовое такое тквение в залагадзении костюльном, что все хорошо, целый свят рожевый. Христус был только для того, чтобы принять людям добро, счастье. В этом я согласен с Мендлером, что не для того Христус пришел и прелял святую кровь, богскую кровь, для того, чтобы только людям принять счастье, экзальтацию, эйфорию, кайф, а еще и сонт. Впадок веля, то нужно на компьютере, чтобы отчинок за отчинком, так всего не вспомнишь. и в чем есть, чтобы костюль был радикальным, чтобы люди не были фраерами, мирными. В чем то? И уж мы знаем, в чем то бурды, домалевание мостов Понятовского, взросление петард, запрошение немецких фашистов, борьба с антифой, а та сдегенерованная камуховская антифа борьба с фашистами, и все весело, и то он еще называет радикализм, кал, а не радикал, бо он полега только на тем процессе, речь сама в себе, валька для вальки, и не свинцы, бо люди как ездили на смыварке, хоть он назвал себя народовцем, хоть он назвал себя еще кимсь, великость смыварная, только и тыля, для того, чтобы это снести, чтобы поляцы были, ну, сбудовали такую экономику, чтобы на смыварке до них ездили, а для того, нужно много вещей, а теперь сбудовать, свой мозг пан Мендлер, что не захенца, не агитует за то, чтобы радикализовать свой мозг и на него в атаке, что пресс дебилами, строим богатым замужным польским, то так немного дивно выглядит. Так что в том смысле, он прав. И снова то самое, кто, где, наваля, для чего было уже поляцы, поляцы, не не забили, не забили, а А потом вержнили этих немцев, покоевых, местовым людностям, покоевым, до такого стопня уже, ну там, тысяченцы, тысяченцы, десятки, сетки тысяченцы, безлитов, не вымердованы, вержнинцы. И все сто из заходных терринов в Польске, страшнейших, по немецких терринах, тоже немцы, чтобы чутко, чтобы чутко, и очекли до НРД, до немец. По-просто то я вспоминал полякам и народовцам, навет псевдо-народовцам, чтобы они разумели, каким ценам достава еще в Польске моноэтничности. Гдеби то сделали поляцы, о той моноэтничности, о которой мне кричат, что он отцом, теперь у нас, то бы поляцы были бы на тем самым позиуме, что и збродняжи гитлеровцы. И навет на тем самым позиуме, которым обвиняем украинцев. Ну, все свято. Каждый учит, что он свято, и что украинцы, ничего для поляков, все в порядке было, и раптом что-то еще стало. И так украинцы учат в школах, что их тоже преследовали, преследовали, выпендзали, выпендзали. А теперь они тоже моноэтнично, на реште и решта такого. Но это с часом изменится, сейчас немного приходит этот разум до политиков, до народовых, зесполов, ну и до темата поляца, первого впадка пана Мендлера, тем же, говорю, что египчане хотели выражать, забить и культурово, и знижить, и створить землю, что он поровна жидов до поляков, в том смысле, что жидцы были мерны в невольничестве египским, египцы фараоны, империя, тоталитарный режим, их нижшил жидов, а сами жидцы были такие бирни, такие фраерзы, что не могли сами поднять децызии до оброны, чтобы они стали радиками. Каламе. Сенс тим поляца, что для чего фараоны и египчане начали так этих жидов преследовать? Бо их стало, этих жидов, на тюле много, на тюле меньше, что они начали представить для египчан загрозу национальной тожсомости Египта. Тобто их, ну, очень много уже расплодило с жидов. И они тогда начали забить молодежных детей, родственных, немовля, чтобы этих, каким-то образом, может, не целиковично снижать этих жидов, но скручить их популяцию на тюле, чтобы они не заграждали национальному безопасности и большинство египчан уже. А то своим потребнее были рабочие силы, ренцы для работы, ну, как то, коцу забивать, забивать, то невольницы тоже коштовали, мы же в тём часе что-то, чтобы их забить всех, а кто бы работал, працовал, бо их снова в том, что невольницы жидов были не в своем стране, так? Так, в Египте, а то были жиды этнические, по крови там, и если бы они подъяли повстание, начали, то им нужно где-то жить, было бы, то им нужно было подсепировать пол или квадранс Египта, тогда бы они были преступниками. Ну и как он поровнует то, то для чего тогда не поровнать украинцев в Польше? Потому что не нужно было быть украинцами такими мирными, такими фраерами, такими неподнимающими, невольчущими, рыбелия, а треба было, как и жидам в Египте, поднять повстание, занять часть пол-польских, расплодить и наплодить там тоже украинцев, чтобы там было этих пол-украинцев, там, украинцев там, тогда бы для поляков они тоже представили бы то загрожение национальное. Так что такие поровнувания тоже немного дики. И тоже такие же самые невольничные стосунки были до этничности украинской, со стороны польской. В 30-е лет, уже по смерти Єзекова Пилсовского, еще больше антипоселчики, всески замаховцы, всески списковцы, начали то он игре на национальных учетах, потому что Пилсовский сам был, хоть и ему немного наплеч был на украинцев, потому что он был Литвинем и поляким, а Украина то так, ну, какие-то там края, что-то там было с паном Петлюром и решта. А тем антипоселчикам было только на рынке, играть этим, бо они были такие, ну, горше от этих египцев, такие швернутые, как Вишневецкий. Поведала ему Катаржина, что кто-то там, российские цари, что нужно убить этих, этих, этих украинцев, ганять, а мы с тобой, Бенджеми, хандлировали, вместо того, чтобы на тебя начать, ты этих забиваешь, а мы с тобой, Бенджеми, шуры-муры. И он так, есть, паня генеральша Катаржина, Бенджеми, то делали с украинцами, а и с поляками тоже, потому что они такие сами хлопы, хлопы, хлопы были, как и украинцы, потому что в тех веках не было, как таковы, поэнч, моноэтничности и национальности. И таких прикладов поляцев можно сопроводить, допроводить очень много, например, с теми самыми уходцами в Европе, что стоп жадные берноши, молосковоши, нех они повстан за свое право народовы, уходцы, там, любцы рыйчийцы, любь турцы, любь Югословения, которые в Германии, в немцах просовывали, ну, чтобы они не были такими берными, чтобы они лишили этих немец, заели пол в Германии, Deutschland, и там была бы уже другая Турция, бо они этничные турки, любь там сырычийцы, и они повстали, они не были берными, как поляцы, которые, ну, допустили до себя там юдомафию, там, разные, жонды тоже, предавшие, как ищут в такой направлении, то так можно много напределить. На этом крестьянство не полега, потому что крестьянство, ну, кто вымыслил это крестьянство? Бог, так? Бо он сам всехмагонцы, который створил там земя. Для чего он створил там солнечник, который по солнцу повернулся за солнцем? Для кого он створил там солнечник? Такая мудрость божка. Для ОНР? Чи для кого? Чи для пана Мендлера и его ОНРовцев в молодочанах, которые раптим покохали костул по его радикализму. Против тей мирноши-берноши, тега Франчишка и решта. Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok